Хотел бы вам, Михаил Васильевич, задать вопрос. Вы-то почему, собственно, сели на белую сторону? Почему вы считаете, что в мемуарах не должно быть табу? Если вы говорите не о частной жизни героев, против каких табу, собственно, вы боретесь? В Советском Союзе вышло и переиздаётся до сих пор уже 15 изданий книга мемуаров, несравненно более знаменитая в мире, чем мемуары Клинтона и прочих. Это мемуары Жукова, пережитое и так далее. Эта книга, судя по всему, написана не Жуковым, книга очень лживая, книга как раз изобилующая примерами умолчания, начиная от того, что Жуков не считает нужным писать, сколько было в Красной Армии танков и самолётов, ну потому что в пять раз больше, чем у немцев, где он вообще не пишет Ольжевской операции, потому что более миллиона потерь без всякого успеха под его командованием и так далее, и так далее. Вот эти мемуары представляют несравненно большую значимость для культуры и для литературного процесса, чем грязное бельё звёзд. Система запретов, как часть системы приличий в общежитии, существует всегда в любом обществе, независимо от профессии, общество без этого не может существовать. Когда мы говорим именно о табу в мемуарах, то речь идёт о той самой правде, без которой жизнь неполная, но, как уже здесь справедливо было сказано, советской эпохи. И благодаря нашему отношению к прошлому мы не знаем истории гражданской войны, мы не знаем истории отечественной войны, мы не знаем сегодня уже даже истории освоения целины, хотя она была не так давно. Мы практически не знаем, как мы выходили в космос, вот только последние 10-15 лет появляются эти очерки документальные фильмы. Вот именно эти табу я имею в виду, когда-то зал ложился, когда ещё в 70-е выходил Жводецкий и начинал. Ещё в школе нас отучают говорить правду. Вот ещё в школе нас отучают говорить правду. Вот был библейский принцип, не судите, не судимы будете. Сейчас он изменился, сейчас судите, судите, вы кто хотите, и будете судимы. Какое счастье! Нас будут обсуждать, а нас будут говорить. Это самопиар, а не... Это то, к чему их толкают и издатели, которые мечтают на этом заработать. Это работа с толпой, именно с мобом. Тот, который вот хочет примитивных каких-то вещей, самых простых, они, как правило, ниже пояса. Последняя стадия падения артиста, это публика дура. Вот по поводу... Вот это последняя стадия падения артиста, публика дура. Дело в том, что долгие годы жизни на этой планете научили меня ровно одному, что ужас кроется в искажении реальности, когда она благопристойна по виду. Что лгут в основном те люди, которые не излагают никакого компромата, которые упражняются на поле интерпретации. И откровенно передергивают. И все мемуарные источники, ныне живущие, которые мне случалось держать в руках, там, где я была в теме, я просто видела, как люди нагло извращают правду. Поэтому я считаю, что если мы живем в том мире, когда нам политтехнологов готовят пиарщики, когда пиарщики же готовят нам к столу звезд шоу-бизнеса, когда благодаря пластическим операциям ты уже не знаешь, какое у человека на самом деле лицо, я уже не говорю о фигуре, каждая крупица правды, она на вес золота. Нет, вы правды, понимаете, мемуарный жанр субъективный, мы только что выяснили, что два человека... Это поле интерпретации, но либо наяды были, либо нет. Вот тут диалог был очень интересный. Кто вспомнит теперь? Дело в том, что одному человеку увиделось наяда, а на самом деле это была Догельва с мужем. Понимаете, вот это мы находимся уже в поле интерпретации. Но важно, было тело наяды или не было тела наяды. Не надо лгать, потому что, как говорил Ницше, зачем злословить, когда человеке всегда можно рассказать какую-нибудь правду. Наша этика оберегает людей, которые ведут себя плохо, и законы этой этики нарушают каждый день. Они ведут себя гнусно, но все вокруг молчат, и тем самым мы их прикрываем. Так сказать, позиция по жизни, моя хата с краю, меня ничего не касается, я не лезу в чужое грязное белье, она с одной стороны предполагает, что чистого белья не бывает, а с другой стороны предполагает невмешательство. Ведь никто не убережен от клеветы. Никто не убережен от клеветы. Это очень важное соображение. Значит, мы проводим, как мне кажется, границу не совсем там. Грань не совсем там. Мы рассуждаем о личности автора, о том, что мы можем автору позволить или запретить. На мой взгляд, творец абсолютно свободен. Но между творцом, в данном случае писателем, автором мемуаров и читателем, стоит незримый посредник. Это издатель, редактор. Вот там можно говорить о нравственности, об этике. Значит, я приведу простой пример. Дневник братьев Ганкуров. Он был полностью опубликован в 1958 году. Издатели дождались того момента, когда все упомянутые в дневниках Ганкуров уже ушли из жизни. Мне кажется, что вот эта та нравственная, так сказать, планка, которой следует придерживаться, все остальное лежит в области коммерции. Мемуары – это литература, это художественный текст. Значит, посредником между писателем и читателем может быть только текст, а ни в коем случае не издатель и не третье лицо. И художественный текст, он так или иначе, ведь никогда не тождественен, абсолютно не тождественен объективной действительности. Уже потому, что там есть оценочная сторона автора. Я всё-таки вот здесь бы развёл бы два понятия – мемуары как литература и мемуары как воспоминания социально значимого лица. Потому что это всё-таки разные вещи. Потому что во втором случае основной критерией должна быть правдивость. Вы знаете, и здесь путаются два понятия – этика общечеловеческая и этика профессиональная. Не очень, наверное, социально одобряемым является рассматривание гениталий. Правильно? Но для гинеколога это обязанность. Он не может отказаться посмотреть в причинное место, женщине сказать – нет, вообще это не очень красивый поступок. Он обязан это сделать, а журналист… Он сам выбрал свой путь. Не в публичном месте, да. Естественно, в специально отведённом месте. А журналист в специально отведённом месте, в журнале, в эфире, должен рассказать правду. Он не должен врать. Поэтому журналистами не ходят в баню. Ну, некоторые ходят по журналистам. Вот именно, а если журналисты… Доверчивые люди, в журналисты, в баню. Значит, тогда… Если будет один раз до первой публикации… Должны быть готовы. То есть человек, человек, который безупречен в жизни, вот он, допустим, серебряный, знаменитость, ему нечего бояться, кроме лжи и навета и кредит и лжи. Но есть ещё и ложь. Понимаете? Да, это совершенно другое. Я и про это говорю, что главное истина… Мемуаристы, это не связано по рукам журналистской клятвы. Да, если не журналисты. Можно всегда подать в суд, Дим. Сейчас нет такой проблемы. Пожалуйста, если ты считаешь, что тебя оболгали, иди подавай в суд, отсуживай, отстаивай своё честное имя. Есть такая проблема. А вообще журналисты, он может сказать правду. Одно дело, если это в прессе опубликовано, другое дело, если это в книге. Вы же все журналисты, я вот не журналист, я безработный. Это профессиональная. Скажите, чем отличается журналистская этика от общей человеческой? Сейчас очень хорошим примером авторитетного в моей системе координата журналиста. Есть такой Александр Глебович Невзоров. Питерский журналист. От Бога, я считаю, журналист. Вот он говорил мне. А Бог, он, знаете, один как-то вот так вот сложилось. С посредниками плохо, а Бог один. Да, с посредниками действительно очень хорошо. Он очень талантливый и безумно специфичный персонаж. Он не от Бога, он от дьявола. Так вот, это было лет, да, 20 назад. Он мне сказал, что вот существует присказка. Не говорят о веревке в доме повешенного. Так вот, наша с тобой профессия – говорить. В начале нашей передачи вы признались, что разрываетесь, что колеблитесь, и что хотели бы сесть вот, наверное, ровно посередине между черным и белым. Какому выводу вы пришли после нашей дискуссии? Да, табу должно быть. Безусловно. Должен быть внутренний цензор. И в то же время, вот после сегодняшней передачи, почему-то у меня сложилось ощущение, что вроде бы всё правильно. Вот не знаю почему. Что ничего страшного не произошло. Ну, любил Янковский женщин, кроме своей семьи, а легенда о том, что он был. Ничего страшного. Он всё равно остаётся любимцем. И честно говоря, если вы даже возьмёте сейчас «Караванье истории» и уберёте в коллекции «Караванье истории», и уберёте два эпизода, два эпизода всего о Янковском, вы увидите, что там вообще, в принципе, пока ничего страшного нет. Пока. Это анонс книги, собственно, Марка Ройчердинштейна. Это такой лёгкий тизер. А вот что будет в финальном, я занят. Это вы узнаете. Я только от себя, дорогие друзья, завершая нашу сегодняшнюю передачу, хотел бы добавить, что, читая мемуары, люди хотят, наверное, действительно прикоснуться к каким-то тайным, может быть, тайным времени. И в этом глобальном вселенском масштабе в конечном итоге не так уж и важно, кто с кем спал. Спасибо большое всем тем, кто принял участие в сегодняшнем разговоре. Это была программа «Пресс Куб 21» на телеканале «Культура». Меня зовут Дмитрий Глуховский, и мы встретимся с вами через две недели. Спасибо. Но сам Руденштейн жил чуть ли не в нищете. Одевался скромно, занимал обшарпанную квартиру на окраине Подольска. Все заработанные миллионы он вкладывал в новый грандиозный проект. Другой человек просто положил бы на депозит эти деньги, держил бы себе как рансья. Это была не его тема, у него были амбиции. Жизнь продолжается, искусство лечит. А есть хочется каждый день. После развала СССР страна погрузилась в разруху. Вместе с ней развалилась и отечественная киноиндустрия. Студии сдавались в аренду под склады и офисы. А немногочисленные российские фильмы не попадали в прокат. Руденштейн понял, вот он, его шанс войти в историю. В 1991 году он торжественно открыл первый всероссийский фестиваль отечественных фильмов. На него Марк потратил все свои деньги. В середине первого кинотавра деньги кончились. Просто кончились совсем, он может завтра закрывать фестиваль, не закончив его, и развозить людей по домам. И у Марка был один знакомый. Он по просьбе Марка слетал куда-то за Урал и привез в чемодан денег. Ходили слухи, что кинотавр спонсируют криминальные авторитеты. В обмен на покровительство они хотели совсем немного, дотянуться до звезд. Не дают деньги, но посидеть за столом со звездами, которых, значит, они видели всю свою жизнь, детство, вот они видели их в телевизоре, в кино, в кинотеатре, вот перенесли с ним за одним столом. Маркуша, избавь меня от этого. Янковский мотнул головой в сторону, где за щедро накрытым столом сидел знаменитый сочинский авторитет. Олег, дорогой, я все понимаю, но выпей с ним хоть рюмку, иначе денег на кинотавр не дадут. Умоляюще прижал руки к груди Круденштейн. Янковский страдальчески закатил глаза и с улыбкой заспешил к столику вора в законе. Ему нужен был человек, который входил бы в этот кабинет, улыбался, и начальник уже бы лез за ручкой в карман, чтобы подписывать бумажку на деньги. И Олег Иванович замечательно с этим справлялся. Вы были на высоте. Мне даже удалось продержаться джентльмену, ваша оценка. Выше оценка. Да. Руденштейн щедро платил артисту за бренд. Янковский получал от продюсера 3,5 тысячи долларов и жил на всем готовом. Во время фестиваля в сочинской жемчужине для президента кинотавра и его многочисленные родни отдавали лучшие номера и выполняли любой каприз. Ему казалось, что он дружит с этими людьми, потому что они все его приглашали на дни рождения, на семью. С Янковским он без конца ездил там в Турцию. Обожавший кино Руденштейн преклонялся перед талантом актера. Продюсер был уверен, с Янковским у них дружба на века. Но через несколько лет он с ужасом поймет, как горько ошибался. Олег Янковский В 2001 году на очередном кинотавре публика утопила в овациях Олега Янковского. Президенты фестиваля назвали лучшим актером года и вручили приз за роль в картине «Приходи на меня посмотреть». Марк Руденштейн искренне радовался за друга, ведь он тоже приложил руку к общему успеху. Мелькнул в эпизоде с ящиком шампанского. Он ведь хотел быть актером, он даже что-то такое там в последние годы своей жизни играл там в Театре Луны и, значит, и в кино снимался периодически, очень, кстати, неплохо. Мало кто из влиятельных актеров друзей Руденштейна знал, что больше всего продюсер мечтает о славе. Владелец кинотавра хотел чувствовать себя на равных со звездами. Он искренне восхищался талантом Янковского. Однако это не мешало ему подмечать любые недостатки того самого Мюнхгаузена. Он заговорил о них уже после смерти актера. И так случилось, что какие-то фрагменты из этой книги были опубликованы в год смерти Янковского. Получилось, что он как бы посмертно с ними сводит счеты. Руденштейн считал, что раз он изменил имена, то семья Янковского не обидится. Фраза «пойду, поработаю с бумагами» всегда значила у Алика следующее. «Дай мне ключ от одного из твоих пяти номеров». Но надо отдать ему должное. Алик делает все, чтобы жена не узнала об изменах. В его роду женятся раз и навсегда. Лишь однажды он чуть не ушел от Полины, когда сильно влюбился в Проклову. «Есть, знаете, специально обученные люди, папарацци, журналюги, людям его принесла. Это наша работа. Найти какое-нибудь говно, раскопать его и сказать, смотрите, какая куча. То, что он в это полез, было не очень хорошо». Когда Руденштейна упрекали в компании в грязи, продюсер невозмутимо парировал. Он еще и сотой доли не рассказал из того, что происходило на кинотавре. «Я хочу подарить Марку книжку, очередную доказу Руденштейна. На самом деле, это книжка Марка, а не моя, потому что здесь собрано его интервью. И про эту книгу Ефим Шифрин с твоим автографом выложил очень хорошо. Написал очень хорошие слова Ефиму Шифрину. Мы верим». «Это казус Руденштейна или последняя ошибка продюсера?» «Да, да, к сожалению. Про ошибку мы не поговорили. «Ошибка была серьезная». «Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия». «Но», что это уже появилось для этого дела.